Получается, Бог сотворил человека совершенным, ему не нужно самосовершенствоваться, он же сотворен совершенным. Соответственно, вся природа, все вот эти божественные живые организмы, они все совершенные, они проходят через миллионные лет, с ними ничего не происходит. Но благодаря тому, что человек, у него есть ошибка образного периода, и он начинает сотворять искусственные образы, грубо говоря, придумывать колесо, компьютера, какие-то протезы для человека. Человек начинает терять сверхспособности, возможности телепортироваться, читать чужие мысли, теряет сверхспособности, начинает болеть, он обрастает вот такими всеми искусственными программами. Вот это и есть ошибка образного периода создания искусственных созданий. Мне кажется, знаешь, даже не то, что прям, когда он идет вообще против Бога, то есть, когда он начинает сонатеть, допустим, то, что изобрели там колесо, еще что-то, это одно. Ну, по сути, когда были вот эти пущатые дороги, да, они же не залиты ассальтом, это камень просто. Та же порода, то есть, тоже, ну, как природный материал, то есть, это не ассальт, который уже там что-то человек намешал, залил, и там уже ничего не пророствует. А были пущатые вот эти дороги, которые, знаешь, если за ними не ухаживают, там также начнет расти трава, если по ним не ездить, в смысле. И все. То есть, в принципе, когда человек стал уже идти против природы, когда уже стал просто, ну, прям вот, как скажем, бордеть. То есть, смотри, получается, каменные-каменные города, еще каменные, это еще как бы нормально, это не являлось ошибкой образного периода. Конечно, вот все бобры строят плотину, допустим, да, ну, и они же берут природные материалы, они строят, они где-то делают запруды, казалось бы, да, вот течет ручей, они себе сделали запруды. Это как бы тоже, знаешь, может быть, с одной стороны, неправильно, потому что они нарушили, да, какое-то это, но они часть природы, они имеют на это право, то есть, они ходят и строят, да, потому что у них такая задумка Бога. И у человека задумка, у него все мысль идет вперед, он все равно хочет развиваться и как-то облагораживать свои условия, поэтому в этом ничего такого нет. Но когда уже начинается прям вот, ну, конкретное вредительство, то есть, планете, понимаешь, одно дело, когда человек выбрал свою территорию, как, допустим, тигр свою территорию, есть у него, да, там, гектар, это его территория, все, он не хозяин. Там же человеку построил себе какой-то городишко, да, там, дома деревянные, там, построил, там, эти все, даже дороги сделали, ну, брусчатка. Ну, как бы, в этом ничего такого нет, потому что он часть природы, он имеет на это право, он имеет право на свою территорию. Но когда он уже посягает на чужие территории, когда он начинает уничтожать животных, кучу там, еще что-то, расчищать себе, там, вот так сказать, дорогу, получается, он идет против Бога, потому что он уничтожает, ну, таких же созданий, любимых Богом. Ну, и все, получается, вот в этом, мне кажется, ошибка, что человек начинает себя ставить выше других творений, только за счет того, что у него есть интеллект. Хотя он должен, благодаря интеллекту, быть, как, допустим, вот, как Бог, отец для человека, так человек должен быть и как отец для живых творений, потому что он венец, у него разум есть. То есть, Мария, получается, когда человек использует природную, то есть божественные какие-то, Богом созданные деревья для облагораживания своего пространства, деревья, камни, это нормально. Но когда человек начинает разрушать, допустим, землю, доставать оттуда железо, убивать там животных, разрушать, да, божественные творения, тогда вот в этом, да, получается ошибка? Ну, так, когда это все идет через чур, вы даже заметите, некоторые природные материалы, они вот как-то доступны, вот, глина, да, она вот она, бери ее, не хочу, не надо ничего рыть, копать, она зачастую, вот, там, на реках, там, просто можно ее, там, грибский, сколько угодно делать из нее, посуду, еще что-то, в принципе, она доступна. Так же бывают залежи руды, которые выходят на поверхность, то есть, все, когда надо, становится доступным человеку, но когда он начинает прям разрушать целые, там, как сказать, все какие-то природные вот эти, знаешь, как они называются, сообщества, да, и они, он начинает разрушать целое, там, ну, пространство, где живут, там, животные своим укладом, там, ну, вот это вот все. Это уже, да, это уже, получается, идет попротив. А идет он почему? Потому что, от жадности, потому что все мало, и все. Потому что эти ложные ценности, вот эти драгоценные металлы, вот это все, оно, в принципе, зачем? Зачем? Зачастую вот это золото, вот эти побрякушки, они зачем? Что они дают человеку? Если бы он какое-то лечебное неслило в свойство, ну, да ладно, это еще одно, а так-то в основном, это для чего? Просто побрякуши, просто народ-то таскает их на себе. То есть, смотри, получается, есть истинные ценности, истинные ценности, это вот то, что Богом создано, это природа, это семья, это дети, посадить дерево, построить дом, там, ради себя, вот. А есть искусственные ценности, это уже золото, какие-то предметы технократии. Да, без чего ты можешь жить, может, без чего ты можешь жить, вот, ты же не умрешь, если ты не будешь золотого кольца или золотого какого-нибудь черника, не умрешь без этого, правильно? Ну, то есть... Ну, не нужно совершенствоваться, сидеть там сутками в позе лотоса, там, и пытаться стать совершенным. Не надо совершенствовать, надо вернуться к Богу, нужно понять свою изначальную задумку и к этому возвращаться, и все. И понимать, что все люди идут от Бога, и что во всех просто работают ложные программы, зачастую. То есть, получается... Не просто понимать свою природу, природу противоположного пола, свою природу, если понимать, и все. То есть, получается, сам по себе, то есть, божественные творения живые, они совершенный человек, животные, природа. Но искусственные творения, которые искусственно созданы, это механизмы, компьютеры, машины, они уже не совершенны. То есть, совершенный человек, он совершенен, но он обрастает после того, как попадает в искусственный мир, да, допустим, города, субкультуры. И когда он попадает в этот мир, он обрастает вот этими всеми программами ложными, лживыми, и он становится, он продолжая быть совершенным, он обрастает вот этими искусственными программами, которыми вот нынешнее общество человека наделяет. Короче, смотри, мне кажется, вся проблема в том, что в один прекрасный момент я вот подумал, что все-таки Бог сделал несовершенный мир и стал стремиться к каким-то достижениям. А тем самым, вот если взять на специю, да, у него те же доступы, как у нас, доступ к интернету, у него те же доступы, как всем ответам, как мы пользуемся интернетом. По сути, мы просто становимся, чем дальше нам кажется, что мы развиваемся технократически, на самом деле мы больше становимся коллегами. И все. То есть, технократия движется в таком русле, то есть, помимо, ну, как бы, нам кажется, что мы развиваемся, что у нас появляется удобное все, там, сотовые телефоны, интернет, там, все, что хочешь, да, Умные пылесосы, умные стиралки А по сути мы становимся инвалидами Потому что мы уже сами практически не мыслим Уже контакты там с какими-то космическими Какой-то информацией у нас утеряны То есть мы по сути становимся еще больше коллегами А все, наверное, из-за того, что человек подумал Что все-таки мирное совершение Ну то есть какое-то, может быть, он увидел или творение Или еще что-то Меня, допустим, смущает самка Богомола Ну как-то мне кажется, это пич какая-то Вот смотри, хорошо Возвращаемся к этому Ошибка в том, что человек подумал Что мир несовершенен Помнишь, Анастасия рассказывает про динозавра Анастасия, помнишь, Анастасия рассказывает про динозавра Который был динозавр Он надувался и взлетал И человек подумал Что он какой-то несовершенен То есть он какое-то неправильное творение И после этого этот динозавр ушел Мне, кстати, одна девушка Рая говорила, что нужно вернуть этого динозавра, это творение. С этой мысли началось, когда человек подумал, что мир несовершенен, и вот это творение, динозавр, хотя на нем можно было летать, он как воздушный шар надувался, и как-то перемещаться и детям было, наверное, с ним прикольно. И когда человек подумал, что мир несовершенен, начал его менять, в этом и была ошибка образного периода. То он начал создавать какие-то искусственные вещи. Опять же, не обязательно искусственные, та же самая генная инженерия, мутантов, русалок, кентавров, он же еще генной инженерией занимался. Он начал менять этот мир, и вот это и была, возможно, ошибка образного периода, когда совершенный человек, совершенный божественный мир живой, и когда человек подумал, что он несовершенен, этот мир, и начал его менять, этот мир, не использовать его, допустим, создавая свое родовое поместье, ты просто берешь эти божественные деревья, садишь у себя на поместье, берешь этих совершенных животных, то есть, и ты вместе с ними живешь в пространстве любви. А ты берешь это животное, и вот ты, считая его несовершенным, ты берешь, делаешь из него кентавра там, или, допустим, каких-то животных вообще уничтожаешь, считая их несовершенными. Да нет, это даже не то, что я считаю несовершенным, скорее всего, как тебе сказать, выше Бога сказать, показать, что я круче. А, да, 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 да. Не то, что я там поддерживаю твой мир созданный, как бы, помогаю вам развиваться, а я типа тоже могу быть как ты, ну вот так вот, скорее всего. Это уже гордыня такая человеческая, сверхгордыня, наверное. Получается, совершенный божественный мир, который живой, это человек, животные, природа, это все оно совершенно. Человеку не нужно совершенствоваться, нужно всех людей вокруг себя принимать такими, какие они есть. Они совершенные. А когда человек считает, что кто-то из людей несовершенен, и нужно его изменить, изменить ему качество характера, либо какое-то животное несовершенное, его нужно уничтожить, либо там еще в природе что-то несовершенное. И когда человек начинает это менять, не использовать божественную природу для совершенствования среды обитания, а наоборот менять ее, и внедряясь в эту программу Бога, он вносит вот эту ошибку образного периода. И он создает уже свои образы искусственные. То есть, смотри, человек вообще не может посягать на всю свободу, ни на что посягать он не имеет права. А тем более лезть, как сказать, к чужому, ну, каждый человек, как бы, это как отдельная вселенная, да, она крутится по своим законам, она живет по своим законам. Она сначала, да, допустим, это такая планета, вот как наша Земля была изначально, такая зеленая, красивая, а потом, когда она, допустим, проходит там сто тысяч лет, да, и вот на данный момент она там уже там, там уже мало зелени, она там уже где-то загрязненная, где-то помойки, где-то там, где-то океан застренный. Так же и человек, он к своему, допустим, там, определенному возрасту уже вот такой же, как наша планета. То есть, и он крутится вот по своим законам. Но, пусть, другая планета не может влезть в эти процессы, это естественные процессы. То есть, так же человек, как и наша планета, то есть, если там она может очиститься, да, там, не знаю, взять, там, устроить какое-то наводнение, и все, очиститься, и будет вот этого все мусора. И так же каждый человек, то есть, каждый человек отвечает сам за себя. И лезть к кому-то там, пытаться навязать свои циклы, свои эти, он не может. То есть, каждый должен только за себя отвечать. То есть, получается, я понял мысль, получается, почему происходит, катаклизмы вот эти в итоге, потому что планета, она смывает просто вот эту всю цивилизацию, всех людей, которые, то есть, если брать там последнюю Атлантиду, они уже начали в генной инженерии, там, вот этих мутантов, кентавров, русалок, вот это все, они уже залезли. Ну вот, настолько уже все, вот эти воины у них пошли, там, и их просто смыли. Потом заново, допустим, человек совершенствуется, он опять начинает считать этот мир несовершенным, божественным, начинает его, как он считает, делать лучше. То есть, он, как ты говоришь, то есть, он считает, что я круче, я могу создать лучше, чем Бог. То есть, он не начинает совместно с Богом сотворять, творить прекрасное пространство вокруг себя, пространство любви, родовые поместья, детей воспитывать более прекрасно, там, что же. Он вообще начинает менять вообще, залазит и в гены, и искусственные какие-то там технократические миры создает. Вот, после этого начинает болеть, если человек не одумывается, происходит уже катаклизм, потому что земля, она не может тоже, вот это вот у нас экология сейчас нарушена, земля не может долго терпеть это все, когда столько мусора вокруг. Происходит смена, смывается, да, люди опять начинаются, то есть, выжившие люди, они начинают заново, да, то есть, они в природе, сначала у них выживание идет, потом они уже приспосабливаются, живут в гармонии с природой, потом начинают опять развиваться, и опять начинают ставить себя выше Бога, и начинают менять Божественный мир под себя. В этом и есть ошибка образного периода, правильно? Я думаю, что да. То есть, они не принимают тот мир Божественный, и не совместно сотворяют с Богом, они начинают... Они не хотят взаимодействовать, они не хотят, ну, как сказать, показать свою, как, что они выше гордыня, это все. То есть, человек думает о том, что, а почему я должен жить, наверное, как животные, да, вот там, в таких же условиях, в принципе, там, приспособление, нет, я могу там придумать что-то там это и стать выше намного. Как мы сейчас отделились от животного мира, мы же, как бы, не взаимодействуем с животными, они же нас боятся. То есть, мы, по сути, вообще, как хотели себя денег, как клинцом поставить выше всех. А раньше-то в ведические времена человек дружил с животными, взаимодействовал с ними. Ну, потому что человек стал убивать животных, поэтому они начали его пугаться. Ну да, потому что он решил, почему-то, в определенный момент, что он выше, лучше, что он, типа, он не отец этому всему, а он рабовладелец, что ли. Ну, то есть, по факту, нужно принимать всех людей, которые вокруг тебя есть, такими, какие они есть. Они совершенные. Да, вокруг них сейчас они обросли определенными программами искусственными. Но нужно, почему пророки, они всегда с детьми общались? Потому что дети, они ближе к Богу, они более чистые, более совершенные. И вот, поэтому нужно принимать весь мир, который вокруг тебя есть, таким, какой он есть. Всех людей, которые вокруг тебя есть, принимать такими, какие они есть. Единственное, нужно учитывать программы искусственные, которые к этим людям сейчас привиты. Нужно смотреть сквозь эту программу в глаза человека. Вот мне понравился, как с Щетининой, когда с Щетининой общался, он смотрит прям, он смотрит в глаза, но он общается со всем твоим родом. Ты как представитель своего рода, а он общается и с твоим отцом, и с твоим дедом, пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедом, и с самим родом. Сквозь твои глаза, он так смотрит в глаза, знаешь, вот прям как-то насквозь. И ты прям заряжаешься энергией, ты чувствуешь себя реально представителем рода. Он и после общения с Михаилом Петровичем прям так зарядился энергией. Реально великий учитель. И вот, не зря его школа считается там лучшей в мире. Поэтому нужно принимать людей, смотреть на них как представителей их родов. И на божественный мир, на природу тоже, как на материализованные мысли Бога надо смотреть. И нужно совместно творить, а не противоставлять себе природе. Совместное творение и радости для всех созерцания его.